Так, с вами уже Евгений Чижиков. Может присоединиться? Нет, нет, нет. А, извини, нет, не он. Это Евгения Чирикова. Извините. Евгения Чирикова, та самая легендарная Евгения Чирикова, с которой мы знакомы еще с Тарасом по Вильнюсским форумам Свободной России, которые организуются Гарри Каспаровым. Если не ошибаюсь, господа Чирикова, это та самая, которая боролась за сохранение Химкинского леса, правильно? Да. Да, вот и таким образом снискала славу Евгения. И, Евгения, очень рады вас видеть в нашем эфире. Видим цвета на желто-блокетной голове, синий на вас. Сейчас это самые модные цвета. Господин Майкл Дуглас, актер американский, на дорожке одного из фестивалей вчера был замечен тоже вот таким вот платочком. Спасибо, что присоединились к нам. Евгения, скажите, пожалуйста, вот мы говорим сейчас о компании этого статизма. Буквально давайте закончим тему, как все компании, оперы, от малого до великого, то есть буквально все разрывают контакты с российскими спортсменами, музыкантами, политиками, бизнесом и так далее. Ну, насколько вы считаете это позитивным, инструментальным, в инструментальном ключе, феноменом? Как это может повлиять хоть на что-то? Ну, на мой взгляд, это такая нормальная, естественная реакция нормальной части мира, которые просто не хотят иметь ничего общего с агрессором. И это просто происходит. Да, вот хорошо это или плохо. Ну, конечно, с точки зрения россиян это чудовищно. Я думаю, что многие расстроены, особенно спортсмены. Но мне кажется, что западное общество надеется, рассчитывает на то, что вот эти меры, они заставят российское гражданское общество задуматься и убрать одного сумасшедшего человека, который сейчас третирует просто весь мир. Так что я не могу сказать, что это какая-то злобная акция со стороны Запада. Это скорее такая попытка достучаться до российского гражданского общества. Я не очень уверена, что это поможет. Вот что такие действия помогут. Я боюсь, что... Так до нас не достучишься. А как можно настучаться до россиян, как вы думаете? Вы знаете, вот если бы я знала ответ на этот вопрос, я ищу на него ответ 15 лет подряд. У меня даже была такая акция. Мы пытались установить палатку напротив мавзолея и призвать всех людей доброй воли выходить, поддерживать нас для того, чтобы требовать честные выборы. Мы это делали с целью перевыборов. Потому что я напоминаю, что Владимир Владимирович себе победу на выборах нарисовал. Он не побеждал честно. Это были сфальсифицированные выборы. Но тогда меня не очень поддержали. Это была совершенно, с моей точки зрения, отчаянная такая попытка. И если бы мне кто-то сказал, как можно достучаться до сердец россиян, заставить их поменять власть, я бы была страшно признательна этому человеку. У меня нет ответа на этот вопрос. Я сама над ним бьюсь. Пытаюсь как-то найти какие-то нужные слова. И я не могу сказать, что я в этом преуспела очень сильно. Мне кажется, Алексей Навальный был одним из тех, кто умел говорить с людьми, и за ним шли многие. Поэтому он был такой популярный. Но, видите, даже ему не очень удалось. Я боюсь, что нас ждет такая же участь, как у фашистской Германии. Я боюсь, что это закончится просто катастрофой, трагедией для моей Родины. Поэтому вот последние пять дней, честно скажу, я в очень плохом состоянии. Я очень переживаю. В России все мои друзья, близкие, родственники. И мне бы не хотелось, чтобы там пролилась кровь. Но все к тому идет. Евгения, вы говорите про катастрофу. Как она может выглядеть? Про что мы сейчас говорим? Про какой возможный сценарий? Как далеко это может зайти? Вы знаете, я не вижу, чего там сдерживает Владимир Владимирович от применения ядерного оружия. Понятно, что если будет удар со стороны России, то следующий удар будет со стороны Запада. И Москвы просто не будет. Ну, он может ударить по Украине, он может ударить по Германии. По кому он ударит, мы не знаем. Но если будет какой-то удар, ядерным оружием будет ответ, естественно. И это будет катастрофа похуже Чернобыля, похуже Хиросимы, Нагасаки. И Путин сам это рукотворно сейчас все вот к тому подводит. Это не Запад делает, понимаете? Вот сейчас все, что происходит, это исключительно на совести вот этого конкретного человека. У зла есть имя и фамилия. И Боря был абсолютно прав, когда говорил, что он ебанутый. Это правда, извините за нецензурную лексику в эфире, но это правда. Вы знаете, Евгений, вы не первая. У нас остается только, у нормальных людей остается только нецензурная лексика. К сожалению, сегодня вы уже не первая. И это абсолютно оправданно, мне кажется. Ну, к сожалению. К сожалению, тяжелые времена, тяжелые решения. Как вам кажется, Евгения, почему так слабый голос, традиционно, ну, в общем, относящийся с вниманием правого человека, российской интеллигенции? Почему так мало мы слышим все-таки голосов, которые призывали бы к прекращению войны? Ну, вы знаете, мне кажется, что российская интеллигенция была выдавлена во многом из страны. И, ну, после аннексии Крыма, многие же просто покинули страну. Если вы сейчас посмотрите, что происходит в Европе, то вы увидите какой-то совершенно невероятный протест. И мне кажется, что во многом это делает в том числе и российская интеллигенция. Ну, например, вот у нас в Таллине был многотысячный митинг, за который нас поблагодарил Зеленский. И даже лично прям в Твитте в своем нашел возможность поблагодарить. Это было очень приятно. Но, вы знаете, я даже не представляю, какой процент российской интеллигенции, которая была вынуждена переехать, она принимала участие вот в подготовке этого мероприятия. Это было много людей. Точно так же в Германии происходит, точно так же в Риме, точно так же в Америке. Ведь здесь сейчас идут протесты с требованием руки прочь от Украины. И это во многом российская диаспора, люди, которые переехали. То есть мне кажется, что просто интеллигенция, она теперь с другой стороны вещает. Поэтому кажется, что никого нету голосов внутри страны. Но многие действительно вынуждены были уехать. Да. Как вам кажется, на сегодняшний день кто-то задумывается вообще в России относительно того, каким будет завтра. Завтра отношений Украины и России. Кто-то ставит вообще для себя такую задачу, осмыслить и понять, что же будет завтра. Я извиняюсь, очень плохо слышно. Вы могли бы повторить вопрос? Просто не расслышала. Думает ли кто-то в России о том, каким может быть завтра отношения между Украиной и Россией? Ой, вы знаете, тут мнения очень сильно разделились, потому что часть общества вообще, по-моему, не хочет думать, а они в какой-то в панике и в ужасе. И люди пытаются окуклиться в какой-то свой пузырь и просто сделать вид, что эта война далеко, и она их не касается. А те, кто задумываются, то у них такие довольно схожие со мной апокалиптичные мысли, что придется ответить за Украину. Я, например, видела сегодня интересный очень твит от одного из членов команды Навального. Я уже не помню, кто его конкретно разместил, но информация была такая, что вот мы думали, что когда там сменится режим, то вот наворованные Путиным деньги мы пустим на то, чтобы преобразовывать Россию. Но теперь мы понимаем, что мы эти деньги должны отправить на восстановление Украины. Они нам не будут принадлежать. Мы должны будем как бы восстанавливать это государство. Мне кажется, это правильная мысль, что нам придется восстанавливать Украину вместе с украинцами. Это разговоры о репарациях, и это тоже всегда заканчивается очень так неоднозначно. Собственно, Гитлер использовал этот факт, что Версальского мира и репарации, которыми задавили Германию для развязывания своей военничеи, это во многом западный круг. Что касается Украины, вы сказали, если не ошибаюсь, про стабилизационные фонды и про решение Запада заморозить там счета Российского стабилизационного фонда. Это абсолютно радикальная очень мера, на которую точно не рассчитывал, не ожидал этого Путин. И да, это сейчас действительно в западных СМИ, в западных policy makers, то есть представителями западного establishment, политического всерьез, говорят о том, что часть этих денег может быть использована на восстановление Украины. И когда мы говорим про Украину, мы говорим, несомненно, про 2014 год, начиная с авантюры в Донбассе и в Крыму. Спасибо огромное, что присоединились к нам. Держитесь, ценим вашу поддержку, симпатию, вы прекрасно. Надеемся, что скоро с вами опять встретимся в эфире нашего канала. Продолжение следует...